Я альбинос, это всегда сопровождается плохим зрением. Ты заболел, упал, я не знаю, что-нибудь сломал себе и все. Страшно посвящать жизнь такой вот нестабильной сфере? Мне нравится там совершенствоваться. У меня до сих пор вот в голове не укладывается, как ты совмещаешь не просто два профессиональных вида спорта, так еще летний и зимний. Это нелегко, вообще нелегко. Я научилась сама полностью все делать. Я не могу ничего изменить. Все, что мне дано, как бы оно дано. Какие эмоции, что ты чувствуешь во время гонок? Отключается совершенно вся мозговая деятельность, эмоциональная деятельность, все отключается. Ты не думаешь о том, что там, я не знаю, что-то там вчера было или что-то еще. Тебе просто приходит осознание, что тебе тяжело очень. И то иногда оно не приходит. Иногда ты просто там где-то в прострации находишься и работаешь на автоматизме. Катя, участница паралимпиад, паралимпийская чемпионка. И мы видим перед собой высокая, стройная, красивая блондинка. И возникает вопрос. А в чем вообще инвалидность? В чем подвох? Что, какой диагноз? Их совокупность, есть какие-то такие незначительные боли, есть что-то посерьезнее. Но, скажем, есть главный, это глазнокожный альбинизм, если быть точным. То есть я альбинос, это всегда сопровождается плохим зрением. Можешь описать, как ты видишь? Я вижу вас. Вижу, в чем вы одеты. Без мелких деталей каких-то. Но, например, черты уже не вижу. То есть лица, какие-то мелочи, нюансы. Сложно, всегда очень сложно это объяснить. Я родилась в городе Мурманске. И школу окончила там, совершенно обычную, да? Да, но если даже точно, где-то был поселок недалеко от Мурманска, Дровяное. Я закончила там 9 классов. А потом перешла учиться в город, в гимназию. А почему обычная школа? Диагнозы требовали какого-то особого, наверное, подхода. Просто родители приняли решение, что я должна быть в социуме, вот как-то адаптироваться. Надо изначально было научиться справляться с трудностями, если они возникали. Ну, конечно, они возникали. А с чем приходилось сталкиваться? Пишут на доске. Ты, естественно, этого не видишь. Но мне разрешали спокойно посреди урока вставать и подходить к доске, посмотреть просто, что написал учитель. А ты не стеснялась? Сначала очень, очень сначала. Потому что, когда ты встаешь, и ты понимаешь, что сзади тебя сидит там 20-30 человек, и ты такой думаешь, ну, такое себе, конечно. Но надо было выбирать, либо не ходить, либо учиться. У меня, к счастью, одноклассники в старших, по крайней мере, классах очень нормально отнеслись. Не было такого, что там кто-то как-то тыкал на меня пальцем и говорил, какая-то она не такая. А как ты думаешь, за счет чего? Причина, скорее, наверное, во мне. Когда ты плохо видишь и носишь очки там 3 сантиметра толщиной, то в любой школе, неважно, какой бы ты был неуверенный или уверенной, тебя будут задирать. Помимо очков я выделялась внешностью. Светлые волосы, светлые реснички, бровки. То есть, как бы, такой вот, это такой вот еще пушистые волосы. А дуванчик в очках, короче. Ну, как бы, был период, когда я агрессивно реагировала. То есть, видимо, там, в переходном, может, возрасте. Вот. Но как-то потом, я не знаю, научилась, что ли, не обращать на это внимание, не зацикливаться. То есть, если ты там не реагируешь особо, то людям становится неинтересно просто, ну, как бы, если нет реакции никакой. У себя все хорошо, все. Нету, да? Да, вы хорошо сидите. Типа вот так вот? Да, да, да. Так, подожди, надо усесться. Было такое, что в метро приходишь, а оно еще закрыто. Ну, а как ты думаешь, какой рецепт, если ты условно чем-то отличаешься, да, от большинства и становишься объектом пристального внимания, особенно вот среди подростков? Мне кажется, что надо в первую очередь принимать себя таким, какой ты есть. Благодаря своей семье это поняла, потому что я не могу ничего изменить. Все, что мне дано, как бы оно дано. Просто изначально вообще не воспринималось то, что у меня есть инвалидность. Полгода, как бы, уже объявили о том, что девочка не видит. Папа вообще сразу сказал то, что ничего не знаю, как бы, она не инвалид. Был момент, когда я пришла тренироваться в лыжной гонке. Я изначально тренировалась не с адаптивным спортом. Я пришла тренироваться просто в обычную спортивную школу. И когда мне предложили через год поехать на Спартакеаду по инвалидам, я сказала, не, я не поеду, я не инвалид. То есть я сказала, какой я среди инвалидов, я бегать не буду, зачем, я обычный человек. Ну, мне сказали, Катя, ну, ты же понимаешь то, что нет. Я как бы, ну, не знаю. А как ты могла заниматься за своим ограничением по зрению? То есть ты без лидера начала заниматься лыжами? Да, да, совершенно сама. Падала. У меня там тренер, я помню прям первой тренировки, и он мне такой говорит, вот смотри, вот там вот в конце елка, вот до нее доедь, и как бы, а потом возвращайся ко мне. А ты елку эту видела? Нет, конечно, естественно. Ну, изначально мама ему озвучила о том, что я не вижу, а он пропустил это мимо ушей. Я такая елка, ну, ладно, поеду, там разберусь. И там сугробы собирала какие-то, и в деревья там периодически вписывалась. Я помню, ну, как бы не увидела поворот, и прям влетела в дерево, лыжи, сломала палки. Ну, ладно, главное, сама не сломалась. Мы упомянули, что ты начинала кататься без лидера. Здесь, наверное, стоит объяснить, да, что представляют собой лыжный спорт для слабовидящих. Кто такой лидер и как спортсмены ориентируются? Слабовидящие, тотально слепые спортсмены, они работают в паре с человеком, который по факту как ведет их по трассе. Как он передает информацию? В моем случае, то есть он кричит. Есть разные правила, что нельзя вставать между спортсменом и лидером на соревнованиях. Перед спуском он кричит, там, спуск, такой делаешь вот такой рукой движение, то есть он тебе прям подает палку свою. То есть ты ее берешь, и вы со спуска, получается, как в контакте, в сцепке, это там называют так, съезжаешь. То есть спуск заканчивается, он ее чуть дергает, и ты ее отпускаешь. То тотально слепые совсем. Они бегают с усилителем звука. То есть у лидера микрофон здесь, там сзади колоночка на спине висит, и он прям все время как хопает. То есть хоп-хоп-хоп, и там лево-право, пологий спуск, подъем. Я когда первый раз это увидела, я стояла, и я не понимала, как это возможно. Подняли. На бок. Куда ты, куда ты, куда ты? Вот так. Ты бы сказал, Даша, ты говоришь, что собью. Тихой. Ставим. Катя, я так понимаю, что, когда жизнь привела в греблю, в принципе, ничего не знала об академической гребле и парагребле. Что удивило в первую очередь? Да все. Ну, это вообще кардинально отличалось от нужных гонок. Во-первых, это командовец спорта, в отличие от лыж. Это более технический вид спорта. Красиво. Ну, гораздо красивее, чем лыжная гонка. Жень, ну, парагребля – действительно уникальный вид спорта. Почему? Ну, во-первых, потому что он объединяет многие нозологические группы. У нас тут и слабовидящие, и опорники, и спортлин. То есть объединяет в буквальном смысле. В одной лодке. В одной лодке, да. Кто может оказаться? Может сидеть от слабовидящей, так и опорник, так и лица, у которых детский церебряный проводящий. Со стороны кажется, ну, действительно, если у человека нет руки, это подвиг грести. А если у человека ограничение по зрению, ну, что? Тебя же посадили, ты гребешь, кто-то за тебя вперед смотрит. То есть насколько это все-таки нагрузка для человека с ограничением по зрению? Слабовидящие, которые тотальники, B1. Им крайне тяжело, потому что они не видят, что происходит. Им надо это все уже воспринимать на слух, либо на каких-то ощущениях движения лодки, движения там напарниковой банки. Потому что у нас самый главный орган – это зрение, которое воспринимает информацию. У опорников тоже есть сложности такие вот, допустим, как я, у меня нет кисти, да. И казалось бы, как грести, как я буду держать лист. Ну, вот. Я разработал технические устройства, запатентовал, кто-то уже внедрил в спортивную сборную страны, что в данный момент являюсь чемпионом мира в двойке парной. Соответственно, только благодаря этому креплению, этим устройствам, которые я разработала. Ну, расскажи, с чего все началось. Как лыжница стала еще заниматься и летним видом спорта, греблей? В Пьянчхане в 18-м году на Олимпиаде. Мне такие говорят, Кать, а ты знаешь, вот Федерация ПОДа ищет высоких девочек. Вот не хочешь попробовать академическую греблю? Вот чтобы вы понимали, знакомое было только слово гребля. Я такая, ну хорошо, ладно. Я говорю, давайте. Ну, у тебя какой там регион поближе будет? Ну, там вот есть Москва, есть Питер, там есть еще что-то, Казань. Я говорю, ну Питер давайте, он же ближе к Мурманску-то. И проходит буквально месяц, ну женщина с Федерацией у нас получается, она мне скидывает контакт Светланы Анатольевны. И она мне говорит, вот ты когда приедешь в Питер, звони мне из Питера. Я говорю, хорошо. Взяла билеты, приехала и такая, звоню ей с вокзала, я говорю, я в Питере. Она говорит, ну едь на метро Крестовский остров. Я говорю, ну ладно. А как разобралась? В телефоне по карте посмотрела, потом в метро там зашел, такой сфотографировал, если надо что-то посмотреть, приблизил, такой, о, тебе там налево или напрямую. И как раз на грибном канале шли соревнования, гонялись тоже паралимпийцы наши, ребята. Я смотрю просто, я такая думаю, вот это, конечно, да. Так со стороны легко звучит. Раз, спросили, эй, высокая девушка, не хочешь покататься? Да, почему нет, и паралимпиада. Что лыжи, начала заниматься, и как бы на самое главное спортивное соревнование. Новый вид спорта совершенно незнакомый, и тоже такой успех. То есть со стороны может показаться, ну так все легко. Если бы так было, то может еще парочку спорта восвоила. Да, почему не взять третий, четвертый спорт? Да, нет, это нелегко, вообще нелегко. Кать, я правильно понимаю, что солнце тебе не только некомфортный, яркий свет, но вообще лучше бы и не надо, да, для зрения? Вообще категорически противопоказанно. По медицинскому, если смотреть, рекомендациям, мне надо минимально находиться, вот особенно летом, там, на солнце. Когда мы поехали в Токио на игры, то есть там было прям 40, там еще больше. Ничего себе. Мне приходилось просто каждые там полчаса мазать себя кремом солнцезащитом, потому что нам там можно было сгореть просто за 10-15 минут. Но у меня до сих пор вот в голове не укладывается, как ты совмещаешь не просто два профессиональных видов спорта, да, это же не хобби, не любительский, так еще летний и зимний. Ну, по мне это легче, чем совмещать, например, два зимних или двалетних. Кстати, гриппцы же тренируются зимой на лыжах, причем не паролимпийцы даже, а вообще здоровые. Сборная команда, не адаптивная по Гремле, они ездят на лыжные сборы. То есть ты смотришь там планы, какие-то соревнования, еще что-то советуешься с тренерским составом, с руководством, чтобы с каждой стороны было там одобрение. Женя не имеет ничего против лыжных гонок. А, например, мой тренер по лыжным гонкам не имеет ничего против Гремле. Какую скорость лодка развивает? Ну, мы меряем это по времени, прохождение пятисотки, по GPS, то есть в среднем более-менее нормальное время это на воде будет, если будет лодка идти, там, минуты пятьдесят, пятьсот метров. Скажем, такая средняя скорость. Сейчас уже на мировой арене четверки уже выходят из шести минут пятидесяти секунд. Но тут тоже есть момент классификации, и она, ну, скажем, это круче, чем допинг, потому что есть в мировой практике обманы по классификации, и более здоровые люди, которые не имеют поражения, и выступают с паралимпийцами, у которых там нет рук. Но, а у них там, ну, допустим, в британской четверке сейчас сидит мальчик, у него нарушение свертываемости крови. Как бороться с такими людьми, которые были чемпионами там среди вузовских команд по здоровому? Есть такие нюансы. Я думаю, что, скажем, ФИСа и представители гребли будут эту проблему как-то решать. Какие-то еще стереотипы вокруг гребли стоят затронуть? Развитие нужно. Больше популяризации этой дисциплины. В России очень мало говорят вообще о паралимпийцах. К примеру, даже вот сейчас большая московская регата прошла, но если зайдете в интернет, вы увидите только про здоровых. Но ни слова не сказано, что были в программе паралимпийцы, что они выступали, что вот они заняли такие места. Ни слова. Просто как-то вот организация вот этого всего, в целом паралимпийского спорта, не выведена на какой-то такой уровень, чтобы это... То есть уровню здоровых не соответствует? Я думаю, это зародилось еще давно у нас в Советском Союзе, когда у нас же был запрет на паралимпийцев, когда не то что на паралимпийцев, на инвалидов. То есть Россия не принимала их и говорила всем странам, а у нас их нет, у нас все шикарно. Так я почему и спрашиваю, то сейчас-то вроде как бы все говорят, они у нас есть, и наша гордость. Да, но этот менталитет остался, и все равно до сих пор нас все смотрят как на людей с ограниченными возможностями, что это ущербные люди какие-то, зачем они нужны нам обществу. То есть все как бы шугаются, до сих пор все равно это происходит. Много законов, которые прописаны у нас. Чтобы их всех соблюдать, это доступная среда, это очень много вложений денег. А зачем там какому-нибудь, грубо говоря, ФОКу вкладывать деньги ради там пяти людей, там лиц с ограниченными возможностями, если у них там пять тысяч может приходить свободно, здорово. Проще запретить, чтобы они не ходили, чем вкладывать миллионы для доступной среды. Тебе требуется помощь вот в обычном? Я научилась сама полностью все делать. Вообще все полностью сама делала. Просто бывает, если с кем-то, и чтобы мне было полегче, то есть я чтобы там не доставала телефон, не включала лупу. Если я там куда-то иду, просто поаккуратнее идти надо. Помощи не просишь, потому что сама справляешься, или просто не хочется иногда попросишь, а надо объяснять, что такое, в чем дело. Во-первых, да. Во-первых, то есть чтобы избежать лишних вот этих вот, ну раз научилась, значит надо как бы применять. Училась к чему? Ну училась быть вот в окружающем мире без чужой помощи. Даже в спорте. То есть там где-то что-то так и есть нюансы, где тебе там как бы ты там не можешь что-то сделать сходу прям это. Ну ничего же, учишься. То есть там, я не знаю, у меня первое время, кстати, в гребле было, там лодку собираешь и разбираешь, там шайбы, гайки, болты. Это вообще, я думаю, все. Ну ничего, сейчас научилась, все нормально. А часть диагноза, которая не со зрением связана, а вот внешняя? Альбинезм. К счастью, тут современный мир, можно тут накрасить, тут тоже, и поэтому ты вроде как уже и не выглядишь прям как альбинос. Нюансы есть, конечно. А твоим детям может передаться диагноз? Нет, он генетически не передается. А от чего он возникает? Определенные искажения определенного гена какого-то. Когда как бы ДНК, когда вот формируется вот это вот все, и там что-то, что-то не так прошло. Как будто вроде бы врачи объясняют это, но как будто и сами толком не понимают. Кадр. Как меня там ровно, как в армии? Не-не-не, можете, да, ногу согнуть. Да-да-да. Кадр, давайте в окошко. И один шажок ко мне. Вот, все-все-все. Какой у вас рост? 178. А какие выезды у вас планируются? Пока непонятно. Казань в августе точно. Возможно, Москва. Ну, учитывая, что сейчас отменяются, да, международные соревнования для российских спортсменов, действительно, призрачная перспектива нашего участия на Паралимпиаде. Насколько легко готовиться, идти к цели, когда, возможно, эта цель, она вот так рассыпется. Я тренируюсь не именно потому, что у меня там через год-два-три-пять будет вот Олимпиада, на которой я хочу выступить. Мне нравится весь процесс. Мне нравится там совершенствоваться. Да, есть какая-то цель вот эта конечная, и ты идешь к ней. Но интереснее именно сам вот этот путь. Даже если не в 24-м году, может, в 28-м он нас допустит. То есть, если, например, перспектива непонятная, в такой ситуации лучше сосредоточиться на процессе? Типа, делай все равно свое дело и надейся на лучшее. Ну, это же спорт. Ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что у тебя будет Олимпиада. То есть, вот даже если все хорошо, даже если всех допускают, ты тренируешься, все равно ты не можешь быть уверен. Ты заболел, упал, я не знаю, что-нибудь, сломал себе и все. И то есть, как бы жить чисто одной целью, прям только, ну, я не знаю, мне кажется, это немножко опасно отчасти. А не страшно посвящать жизнь такой вот нестабильной сфере? Никогда не думала, блин, выбрала бы себе работу поспокойнее, понадежнее. Мне наоборот, наверное, это нравится. Постоянные какие-то изменения. А тут все время приходится подстраиваться под обстоятельства. И это как-то, ну, интересно, что ли. Умение подстраиваться под обстоятельства, ну, то есть адаптивность, да, такое качество. Здесь, кстати, такая игра слов, да, адаптивный спорт и адаптивность. Насколько, как ты считаешь, это важное качество для любого человека вот в современном мире? Очень важно. Мир очень нестабильный. Не факт, что сейчас, мне кажется, и тогда, и будет. Если ты не готов к изменениям, неважно, там, глобальным, более каким-то мелким, если у тебя с этим проблемы, все будет, там, казаться, что все не так, все не то. А как быть адаптивным? Как легко подстраиваться, перестраиваться? Мне просто вот так вот проще относиться к ситуациям, что ли, не знаю, не зацикливаться на каких-то таких моментах. То есть, если, допустим, изменились обстоятельства, и тебя это не устраивает, искать варианты так, чтобы и тебя это устраивало тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok